Музыка Уважаемые зрители, мы вас приветствуем на очередном заседании «Кардыров», сегодняшним гостем которого станет Надежда Киворг. Надежда, здравствуйте, спасибо, что приняли наше приглашение. Надеюсь, что у нас получится дотворная беседа. Если вы не против, я бы хотел перейти сразу к нашим вопросам. И первый из них будет касаться, наверное, такой более глобальной повестки дня. Это, как мы все понимаем, в экспертном сообществе, в миссском сообществе. Происходит определенная трансформация миропорядка, приходит на смену старого, новый миропорядок. И в таких положениях такие страны, как Россия и Турция, становятся в некотором роде центром притяжения новыми, важными, наверное, глобальными и региональными городами. Как вы оцениваете эти процессы в мире? Ну, смотрите, я журналист, который вообще ходит ногами и фиксирует то, что он видит и может почерпнуть из разговоров с людьми. Поэтому такой геополитический полет мне совершенно не свойственен. И я не совсем разделяю его, потому что такими широкими мазками люди редко могут что-то понять. Мы же, в конце концов, не в немецком генштабе находимся, условно говоря, в 1935 году, потому что это дисциплина, геополитика вот с таким широким видением по всему миру, как бы вот какие-то силы. Это было просто придумано немцами. И они в таких категориях размышляли и планировали, и стратегически видели какое-то свое будущее. Конечно, если говорить вашими терминами, конечно, мир меняется, потому что мир идет к завершению вот того очень долгого периода условного мира, который наступил после окончания Второй мировой войны, который, собственно, определил границы на ближайшие вот уже почти 80 лет. В мире так долго не бывает вот какого-то такого успокоения. И, в общем-то, на жизни ныне живущего поколения трансформация этого мира уже началась просто. Это люди, может быть, так не фиксируют и так не понимают. Но, тем не менее, мы знаем, что все 80-е годы ушли на то, чтобы переделать, трансформировать, изменить состояние дел и границ в Европе. И это произошло. Не может быть так, что в какой-то части этого глобального мира, который становится все меньше и меньше, все так изменилось, а вот весь остальной мир остался неизменным. Мы видим, что все нулевые годы 21 века ушли на передел все тех же границ послевоенных в той части мира, которую мы условно называем Ближним Востоком, Азией, ну, как угодно, Большим Ближним Востоком. Там изменения не закончились. Неизбежно эти изменения, эти, ну, если хотите, такие гигантские тектонические толчки должны были прийти на Кавказ. И вообще странно, что не с Кавказа они начались, потому что нет более, ну, что ли, такой вот концентрированной пассионарности, которую вообще мы наблюдаем на Кавказе. Нет более пассионарных людей в этом мире, чем вот те, которые проживают на современном Кавказе по обе стороны Кавказского хребта. Поэтому, конечно, то, что мы наблюдали год назад, когда, ну, произошло просто небывалое, сейчас у этой победы очень много отцов, но, знаете, если мы перенесемся мысленно, допустим, в лето 2020 года, никто, ну, вот честное слово, никто и помыслить не мог, что Карабах будет возвращен. Так стремительно. Мы к этому вернемся. Давайте тогда немножко более подробно вот про первый вопрос относительно роли Турции и России. Я с вами полностью согласен. В принципе, я думаю, что это тоже будет согласно, что мир и общество в целом динамичны. Так как называемая трансформация никогда не останавливается, все где-то улучшается, где-то ухудшается, но постоянно какие-то, как вы скажете, не бывают. Вот, на ваш взгляд, Россия и Турция, можно ли их читать, эти две страны, две державы, как, скажем так, центральными игроками, акторами, влияющими на какие-либо события? Или же все-таки это немножко преувеличит? Уважаем. Нет, я так не считаю. Это вообще какой-то странный взгляд. Россия является страной, проигравшей. Россия объявила себя наследником СССР в 1991 году. Она взяла на себя все обязательства СССР и все долги СССР. У нее был другой шанс, но она его не использовала. Страна, которая проиграла, это страна, которая не может изменить свой статус без большой войны. Это страна, проигравшая. И сегодняшняя вся вот эта, извините, может быть, очень грубо прозвучит фоноберия, которую изображает Кремль, это всего лишь желание придать некую видимость своим действиям. Нельзя проиграть, а потом в новом туре играть, как будто ты ферзь. Если ты играешь в шахматы, и тебе поставили мат, то ты не можешь больше, ну, ты в этой ситуации проигравший. У тебя нет никаких возможностей. У России никаких возможностей. При том правительстве, при том отсутствии вообще каких-либо идейных, идеологических, стратегических задач, у нее не может быть никакого иного пути, кроме как исполнять приказы, пожелания, повеления, распоряжения, как угодно это можно называть, той стороны, которой Советский Союз добровольно все сдал и проиграл. Это неплохо и нехорошо. Это просто, это законы. Они не могут быть изменены. Я вас понял. А что вы можете сказать по поводу Турции? Как вы ее воспомините? Современная Турция является наследником все того же послевоенного устройства мира, когда Турция была приглашена, ну, как бы не как полноценный член, но как вспомогательный член для борьбы с Советским Союзом. Там были расположены войска НАТО, базы НАТО, и Турция была, ну, таким ключевым, важнейшим игроком вот в этой схеме противостояния условного Запада и условного Востока. Потом условный Восток вообще поднял руки, сдался, сложил все свои угрозы в шкафчик и передал этот шкафчик людям, которые выиграли. И у Турции, ну, возникла некая такая пауза. И, собственно, все 90-е годы мы эту паузу наблюдали, потому что в Турции до прихода Эрдогана не было, ну, вообще ничего интересного совершенно. Это была такая обычная полувосточная страна с правительством, которое всячески присягало и расшаркивалось, и, ну, как бы, вот всем своим видом демонстрировала, что она предана идеям и ценностям Запада, при том, что весь турецкий народ эти ценности не разделял. Хорошо. А факторы Эрдогана? Сказали, что до его прихода это было обычно... Что произошло после... Понимаете, у нас другого Эрдогана нет. У нас сейчас нет другой Турции. Нету такого другого места, куда мусульмане гонимы в своих странах, то есть в большинстве так называемых мусульманских стран. Могли бы приехать, это все условно, конечно, потому что для многих это очень сложно и сейчас. Но, тем не менее, какое-то отдохновение там они могут найти. Но при этом эта сторона не дает политического убежища, эта сторона не дает защиты политическим узникам. Да, хорошо, что она не выдает, допустим, чеченцев или дагестанцев, если они сами не выдают согласие на выдачу в свои страны. Но, конечно, это не тот могучий мусульманский центр, который многие хотели бы в лице Эрдогана видеть. Тюрьмы Турции переполнены в том числе очень неплохими людьми, которых обвиняют в том, что они не совершали. Да, там нет таких пыток, как, допустим, в тайных тюрьмах ЦРУ или в Гуантанаме, или в России, или в Узбекистане. Там нет таких пыток. И там, ну, более или менее уважительно относятся к людям, которые даже тюремщики считают невиновными. Но, тем не менее, тюрьмы переполнены. Тем не менее, люди, которые приезжают в Турцию за убежищем, получают вместо этого надзор, обыски. Они становятся какими-то, ну, такими людьми, как бы неблагонадежными для турок. И, кроме того, это очень управляемый народ турки. И сначала в этом народе было создано такое, как бы, благоприятственное отношение, допустим, к сирийским беженцам. А затем ничего не было сделано для того, чтобы этот народ не стал постепенно... Ну, любой народ – это просто глина, которая действует так, как действует любое человеческое сообщество. Конечно, народ, в котором довольно сильны мусульмане, мусульманские традиции, они как бы действуют мягче в этом смысле. Поскольку отношение к беженцам подробнейшим образом определено исламом, то, ну, совсем такого перехода к античеловеческому отношению, конечно, нет, я надеюсь, не будет. Но, тем не менее, вот некая усталость от беженцев, знаете ли, некая какая-то напряженность в обществе от беженцев – это следование западной традиции 20-го и 21-го века, когда беженцы воспринимаются как некое зло. Всю историю во многом, в значительной части делали беженцы. И многие страны вообще, условно говоря, просто созданы беженцами. Соединенные Штаты – сильнейшая страна сегодняшнего мира, самая могучая, создана беженцами из Европы, причем беженцами политическими, которые бежали из Старого Света по религиозным мотивам. И отношение к беженцам как к каким-то, я не знаю, пришлым, непонятным, грязным людям, которые мешают нашему прекрасному миру – это навязанное мнение, которое ложное, и оно должно быть прекращено, если Турция претендует на какой-либо особый статус среди мусульман. Хорошо. Если вопрос еще раз перебиваю, но если можно, мы перейдем ко второму вопросу. Извините, пожалуйста, извините. А можно вот я сейчас какую-то табличку рассмотрю, что у меня тут, и вы вырежете потом это? Да, да, конечно. Очень верно все подчеркнули по поводу того, что происходит со стороны Турции. Я как специалист по Ближнему Востоку, я занимаюсь арабским миром больше. Арабский мир, Израиль, немножко Турция. А сейчас я наблюдаю такую тенденцию, в целом мои коллеги подмечают, что идет рост больше не, скажем так, не привязки к конфессиональной принадлежности. То есть для турков, как и для арабов самих во многих странах, для них уже важен не настолько фактор, что они именно мусульмане, не знаю, христианин или кто-то еще, для них важен вот иракцы, мы иракцы, ливанцы, мы ливанцы. В странах залива вообще-то искусственно сейчас создают, что есть эмиратцы, хотя такого мы подбодить. Не знаю, есть саудовцы, есть амарцы, вот так. То есть, наверное, вот этот момент с ростом национализма, который наметился в последние, наверное, ну, в принципе, после арабской весны, спустя 5-6 лет, вот эта тенденция, она очень сильно поднимается. Возможно, из-за этого и то, что мы сегодня видим в Турции. Да и кроме того, понятное дело, что, скажем так, оппозиционные эрдоганы политические и структуры, они же тоже все пытаются этим как-то манипулировать для внутренней выгодности. Вот. Сейчас мы, если вы не против, перейдем к второму вопросу. Я не согласна с вами абсолютно. А вы что думаете по этому поводу? Национальный фактор – это очень поздний фактор, который был привнесен, опять же, условным Западом для борьбы, собственно, сначала с христианством, а потом и с исламом. Потому что ни в христианстве, ни в исламе нет никаких наций. Есть христиане, есть мусульмане. Поскольку условный Запад никак не может, не понимает, как разделаться с этим бесконечно пассионарным мусульманским морем, то им навязывается вот это вот условное националистическое разграничение. И, конечно же, для них очень было страшно, когда внезапно уже, казалось бы, совсем прирученные, совсем такие светские, социализированные в правильном направлении арабы, внезапно взяли и как-то стали преданы своему вот этому арабскому национал-социализму. И на фоне, на базе этого национал-социализма взяли и объединились. Нет, это, я не согласна с вами. Дело в том, что это вообще, вот та точка зрения, которую вы изложили, это, ну, по сути, точка зрения 90-х годов, которая очень всячески поддерживалась Израилем, поскольку главный элемент, который теряет с переустройством послевоенным, который вот грядет, который на наших глазах происходит, конечно, это Израиль, потому что Израиль был плодом Второй мировой войны, зримым плодом. То есть вот в этом мире внезапно образовалось такое, ну, как бы совершенно чужеродное образование, которое было поддержано сначала Советским Союзом, который был вообще инициатором образования Израиля. Затем роли поменялись, как бы распределились иначе. Советский Союз поддерживал социалистических, условно говоря, арабов. Американцы стали поддерживать Израиль, но это произошло спустя 20 лет после образования Израиля. Израиль, как национальное государство, хотя и оно образовывалось не как национальное государство, видит свое выживание только в этой парадигме. Поэтому он хочет, и ученые, которые так или иначе ориентируются, сочувствуют Израилю, они ориентируются на это. В частности, вот сообщество таких ученых долго очень мучило всех жителей Большого Среднего Востока Курдистаном. Слава Богу, этот проект канул в лету, и ничего этого не будет. И условный Запад показал всем курдам, которые так впряглись в борьбу с тем, что вы назвали арабскими революциями или арабской весной. Курды впряглись на стороне Запада, и в итоге они им сказали, нет, все, ребята, спасибо, до свидания, больше вы не нужны. Хорошо, я вас понял, и я понимаю, что... Мы перейдем к следующему вопросу, который, опять же, касается Анкары. Мы все видим, что, в принципе, у обеих сторон есть какие-то объекты интересов, различия, подходы к той же самой ближневосточной политике, к каким-либо глобальным. А какая вторая сторона? Москва и Анкары. Мы видим, что вот эта геополитическая конкуренция, она продолжается и развивается буквально на наших глазах. Если не ошибаюсь, позавчера Даган выступил перед Генеральной Ассамблеей, он в котором очень жестко расстрелил Россию за Симонсу с Крымом. Потом, значит, относительно того, что происходит сейчас в зоне Дискалации в Либе, он обвинил российские ВКС, что продолжает бомбежку. То есть оппозиционеров. Российская сторона заявляет, что на самом деле не было никаких бомбежек, но сирийская оппозиция тоже утверждает, что ВКС Россию бомбили, но при этом и американские ВКС бомбили. То есть такая очень странная история. И обе стороны обмениваются какими-то, скажем так, месседжами, не совсем позитивными. Некоторые эксперты, средства массовой информации пишут, что ожидается новая волна противостояния России и Турции в Сирии и как дальше будет, наверное, последствия в Крамахе, где-нибудь еще. Что вы можете сказать? Ожидаем ли? Можете ли вы ожидать еще более жесткого столкновения интересов Москвы и Анкары? Или вы думаете, что это решится? Я просто не вижу, простите, никакого противостояния Москвы и Анкары. Я не вижу, на чем и как их можно сравнивать. Я не принимаю этой утвердившейся в определенной части экспертного сообщества такой вот линии на сравнение, скажем, бывшей Российской империи, бывшей Османской империи, что это вот одинаковые, ну, как бы такие вот сущности. Ну, эту, собственно, параллель вообще впервые предложил Алексей Всеволодович Малашенко, хороший исламовед, но он как люди с хорошей такой, ну, может быть, немножко такой нафталиновой школой, ему хотелось предложить какую-то вот яркую такую концепцию, которая, ну, она не отражает ничего, потому что у России, я повторю, нет никакой собственной стратегии, у нее нету собственной линии поведения, где бы то ни было. Россия действует исключительно с разрешения старшего товарища на внешнеполитической арене. Россия не предпринимает никаких самостоятельных телодвижений, в том числе... Старший брат. Старший брат у нас у всех сейчас один в этом однополярном мире, и все стратегические, внешнеполитические действия тех, кто в свое время присягнул им, а российское руководство в 91-м году, безусловно, присягнуло Соединенным Штатам, сказало, ну, все, проклятый социализм как бы закончен, теперь мы в одном ботике, плывем в светлое демократическое завтра. Когда вы так говорите, вы становитесь вассалом. То есть вы считаете, что вот эта политика, она не поменялась по сегодняшнему? Так после развала Советского Союза, мы были в некотором фарватере, и, скажем так... А как она может поменяться? Как? Ну, а почему тогда США объявляют нас своим врагом? Почему Россия для них... Россия и Китай, до этого только Россия была, сейчас еще и Китай потихонечку в это все влезает, потому что Китай экономит средства. Почему они называют врагом, если Россия делает так, как они хотят? Ну, а кого Соединенным Штатам объявлять врагом? Северную Корею? Ну, это смешно. Можно один только Китай. Ну, Китай не является, в общем-то, целью. Поймите, что внешняя риторика, это для публики, для, ну, я не знаю, если хотите, пропаганды, оболванивания. Внутренняя риторика, тогда, когда решаются вопросы, там совершенно по-другому все происходит. Скоро будет годовщина 44-дневной войны. А вот первая, наверное, часть, как бы вы подвели итоги вот спустя? А что вообще, ну, можно же назвать это окончанием военных действий и горячего конфликта на территории Кавказа, Южного Кавказа? Или все-таки это не совсем так, как говорят некоторые люди? И вот эта новая реальность, то, что вы хотите сказать, что я так понимаю, про роль России, как она смогли бы попасть? Ну, Россия вообще тут номер восемь. Это необычайное событие, которое войдет во все учебники истории. Оно войдет во все учебники истории, потому что это, ну, это очень оптимистическое событие. То есть для мусульман всего мира это вообще первая победа, которая произошла за долгие годы поражений. И поэтому это было встречено с таким, в общем-то, воодушевлением. Сейчас экспертное сообщество, которое, конечно же, далеко от вообще понимания в рамках, что хорошо для мусульман, что плохо, экспертное сообщество всячески забалтывает эту победу. И я посмотрела, ну, конечно, мне доступны только русскоязычные эксперты. По всем фронтам они ругают эту победу всеми мыслями, способами. Окей, пусть ругают. Минные поля не разминированы. Мы знаем, что к большей части, ну, вот этих вот маленьких Сталинградов, я даже не знаю, как это назвать, вот то, что оставили армяне после себя в цветущем когда-то Карабахе, люди не имеют доступа, потому что там мины. Вот недавно журналисты погибли, которые просто подорвались на свежей мине, на свежей. Это вообще военное преступление. Тем не менее, не то, что я призываю, я никого не призываю, но я пытаюсь в каждом своем высказывании подчеркнуть, что Карабах — это не просто возвращение в рамках международного права оккупированной территории. Это не просто вот такой вот сдвиг в рамках обычного, ну, что ли, такого условно-западного взгляда на любые оккупированные территории. Мы знаем, что в рамках сложившегося после Второй мировой войны международного права оккупированные территории не могут лишиться, они не могут переделать свой статус. Если они признаны оккупированными, как является большая часть палестинских территорий, как является большая часть, в череде вот этих вот разрешений проблемы оккупированных территорий первым очень ярким эпизодом. Если бы не было военного решения этой части проблемы, то она никогда не была бы решена. Такие проблемы решаются только военным путем. Другое дело, что азербайджанская сторона имеет дело с границами, нарисованными по мусульманской территории. Мы знаем, что Ереван это ереванское ханство, а не какая-то древняя армянская земля. И рано или поздно входили какого-то глобального конфликта или входили внутрикавказского конфликта. Эта проблема должна быть решена, потому что без нее никакого общекавказского решения проблем для Грузии в том числе, поскольку Грузия также вот как бы Россия сделана увечной. Советский Союз, уходя, отползая со всех территорий, он как бы всем оставлял увечья. Он у каждого сильного народа отгрызал очень важные для него земли, которые делали его ну что ли раненым. Вот Азербайджан был раненым, пока Карабах был оккупирован. Вы сказали про то, что Карабахская война, вторая, и 44-мейная война, вот эта победа, освобождение территории Карабаха, это, ну то есть вы упомянули про реакцию мусульманского мира. Скажите, пожалуйста, Исламская республика Иран, она является мусульманской стороной, правда? Я не поняла, кого вы упомянули? Исламская республика Иран, она же является мусульманской стороной. Но мы сегодня видим определенную ситуацию, не самую приятную в отношениях между Тегераном и Баку. Тегеран, значит, маневрирует, всякие военные маневры проводит на границах. Есть какие-то угрозы, политические месседжи со стороны, скажем так, Тегерана, в сторону Азербайджана, хотя при этом Азербайджан занимается просто, скажем так, легитимными территориями. Вот как вы можете озвучить это? Чего добивается Тегеран, на ваш взгляд? Если можете. Тегерана очень интересная такую линию ведет, потому что, как мы знаем, с 79-го года они провозгласили себя, по сути, как бы таким субъектом, который не принадлежит ни к западу, ни к востоку, и вот пробегает между струйками. Это очень любопытно, к чему вообще вот такая недальновидная с нашей точки зрения, то есть как бы вот когда мы стоим на Кавказе с этой стороны и смотрим на Тегеран, мы думаем, нет, что-то тут они не додумали, сплоховали, но зная Тегеран, который, конечно же, уже давно никакой не революционный, никакие революционные студенты там больше ничего не решают, это мулакратия очень устойчивая такое, очень специфическая и не имеющая в общем-то к исламу напрямую никакого отношения, вот это вот образование очень хитрое, из всех ныне действующих сил, это, наверное, самые опытные и самые хитрые игроки, и чего они добиваются, ну, я на свой лад, конечно, это интерпретирую, хотя, если вы помните, во время самой войны они позволили, ну, мы знаем, что шиитский мир вообще, и иранский мир вообще, в частности, это предельно заорганизованное пространство, то есть, если там хотят что-то показать, то они очертят границы, и то, что они хотят показать, будет происходить исключительно в рамках этих границ, вот во время войны они хотели показать, что иранский народ, ну, в частности, собственно, азербайджанцы, которые проживают по ту сторону границы, они сочувствуют азербайджанскому делу, они сочувствуют карабахской победе, продвижению, и, если помните, там даже телевидение иранское показывало вот эти кадры, когда азербайджанцы с той стороны приветствовали азербайджанцев со стороны азербайджана, и были такие, как бы, ну, знаете, такие вот хитрые режимы, они знают толк, ну, что ли, вот в демонстрации своей лояльности или своей силы, они всегда вывешивают очень правильный флаг, и таких флагов было вывешено несколько, и сегодняшняя вот эта вот, конечно, ну, это чистая показуха, потому что Иран не в состоянии и не будет, это невыгодно ему, это ему не нужно ни с кем воевать, я надеюсь, что так все будет происходить, хотя мы знаем, конечно, что многие эксперты, условно говоря, полагали и полагают, что, возможно, горячая фаза третьей, условно, третьей мировой войны начнется именно на Кавказе. Я вас понял. Как-то неоптимистично, наверное, на этой ноте заканчивать. Я напоминаю нашим зрителям, что сегодняшним гостем заседания Карт-бюро стал российский журналист Дежда Киворг. Спасибо, что вы с нами подписывались на наш канал и, спасибо. Субтитры подогнал «Симон»